В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Карачаево-Черкесии днём местами дождь и мокрый снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9 градусов мороза, а днём плюс 3, плюс 8. В горах местами минус 3, плюс 2. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 6 градусов мороза, а днём до плюс 7. 17 декабря. Ярослав Запашный в Кисловодском цирке. Спешите! В Черкесске сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями таможни проверяли автомашины с иностранными регистрационными знаками. В ходе мероприятия сотрудники госавтоинспекции останавливали автомобили с иностранными знаками, а представители таможенной службы осуществляли проверку документов. Так, в рамках рейда проверено более 40 автомашин с указанными регистрационными знаками. Выявлено три факта нарушения таможенного законодательства Российской Федерации. 11 нарушений правил дорожного движения. Подобные мероприятия планируется проводить на постоянной основе. Данные транспортные средства выявляются в общем потоке и проверяются по общим базам нахождения Российской Федерации, а также документы передаются сотрудникам северокавказской таможни, которые уже проверяют её по своим учётам. Сотрудники госавтоинспекции республики встретились с представителями республиканских средств массовой информации. Основная тема брифинга – рост дорожно-транспортных происшествий в Карачаево-Черкесии. Руководитель отдела организационно-аналитической работы и пропаганды госавтоинспекции Олег Камов отметил, что по состоянию на 20 декабря на территории республики увеличение произошло по всем трем основным показателям аварийности – по количеству ДТП, погибшим и травмированным. При этом республиканская госавтоинспекция с начала этого года пресекла более 530 тысяч правонарушений. Также на брифинге рассказали и о видеофиксации нарушений. Когда транспортное средство проезжает через любой комплекс фото-видеофиксации на территории обслуживания территориального органа, это через тот комплекс он проехал и сразу в дежурную часть сигнал происходит, что такая-то машина с подложным госномерами проехала такой-то комплекс и в каком направлении она едет. То есть автоматически системой? Автоматически все работает. И, соответственно, дежурная часть сразу передает ближайшему наряду ГИБДД и ГИБДД его останавливает и составляет материал. У нас выезд на полосу встречного движения – основной показатель. Непредоставление преимущества в движении – это выезд на перекрестки, разворачивается у нас неправильно, не предоставляет преимущества. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке, затем также программы «Ногайская редакция» в 14.30 «Вести» Крачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Кавказская-42». Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Кетчуп Байсад. Мы не стремимся к экологичности. Мы ее определяем. Кетчуп Байсад. Проверено. Экологически чистый продукт. Ура! Сыр приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке. Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. 585 «Золотой». Лучший момент. Сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом. Всего от 4680 рублей. Лучший момент. Сейчас. 585 «Золотой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова